осознание если у вас уже есть дети или вы только задумываетесь о том что они у вас будут вы так или иначе сталкиваетесь с вопросом воспитания и какому бы опыту в современном мире вы бы не обратились нигде вам внятно не скажут об окончательной цели этого воспитания вот например в школе ребенка обучают чтобы подготовить к институту а в институте к работе по профессии по крайней мере такие цели декларируются проблем современного образования мы еще коснемся на нашем канале а сейчас вернемся к теме и так у любого процесса есть окончательная цель давайте рассмотрим начальный этап воспитания маленького ребенка чему и зачем его учить в семье кроме того чтобы научиться ходить говорить пользоваться своим телом и так далее если вы не хотите мириться с нормой современного общества когда ваш ребенок достигнув совершеннолетия наплюет на вас и ваше мнение и пустится в пропагандируем и западом бессмысленное прожигание жизни то давайте в ближайшие 10 минут разберемся в этой проблеме и механизмах ее преодоления вы наверняка догадались что для того чтобы определиться с целью воспитания родителям нужно сначала определиться со своей целью в жизни в наших предыдущих роликах мы много уделяли внимание этой теме и последовательно прошлись по уловкам которые используют современные рабовладельцы чтобы увести людей разных уровней осознанности от жителя до человека от понимания и осознания этой цели если кто не поленился и посмотрел полный фильм про уровень осознанности человека то знает почему главной целью наши предки выделяли развитие и укрепление своего рода а главное как они это делали и почему сильные мир из его скрывает эту тайну от подавляющего большинства людей но вернемся к теме учитывая желание вышеуказанных хозяев системы скрыть самую важную вашей жизни информацию вам везде во всех учебниках и практиках по воспитанию будут декларировать примерно следующие цели воспитания становление личности и формирование человека его социализация подготовка к жизни в обществе всестороннее развитие и так далее далее и далее где результатом является полезность человека как винтика в механизме той же системы глобального управления на бытовом уровне вам предлагается подготовить ребенка к школе воспитать в нем прилежность усидчивость и тому подобное и никто удивительное дело в большинстве случаев не касается темы как научить ребенка именно семейный они только общественной жизни как ему затем успешно построить свою семью как совместно опираясь на таких детей и их семьи вам в конце концов создать такие же мощные рода какие были у наших предков и есть сегодня у тех кто в нашем мире правит заметили что реальная эффективная цель сегодня размывается за общими словами об общественной полезности понятно что в каждой семье и в каждой конкретной ситуации много деталей но основные принципы воспитания ребенка на начальном этапе всегда просты по сути своей и сейчас мы разберем четыре базовых принципа из личного опыта отца шестерых детей и педагога константина ешкова что позволит вам адаптировать их под свои условия а вашей семье достигнуть реального успеха на протяжении жизни не одного а многих ее поколений и так первый принцип настоящее родовое воспитание начинается до рождения ребенка если вы помните да то ребенок это какие повторюшники то есть они вот увидели да и тут же повторяет увидели тут же повторяли и повторяют постоянно то что им очень понравилось вот очень важно понимать родителям что воспитание начинается именно с них то есть к моменту воспитательного процесса вы уже у вас уже выработаны определенные отношения вы уже выработали свои взаимодействия вы знаете кто чем занимается кто как друг другом ведет и так далее и очень важно что происходит с ним вы не сквернословите вы никогда не повышаете друг на друга голос вы не кричите вы не ругаетесь вы выстроили так свои отношения что мужчина это глава семьи женщина это исполнительница воли главы семьи и когда это выйдет в вас в привычку тогда это войдет в положительные отношения тогда ребенку будет очень просто выставить требования потребовать от него исполнение тех или иных действий и тогда мальчики рожденные в семье они будут стремиться стать отцом то есть для них отец будет примером потому что каждый мальчик будет хотеть быть похожим на отца для того чтобы тоже занять когда-то такое же положение как отец а каждая девочка в семье глядя на то как мама ухаживает за папы за детьми и получает в этот замен любовь заботу защиту ласку она будет стремиться стать мамой и тоже будет проявлять свои женские качества она будет стремиться стать такой мамы какую она видит вот к примеру в моей семье да у меня сейчас маленькая дочка подрастает ей сейчас три с небольшим годик и да она ставит мне на стол тарелку она меня кормит но правда с ложечки пока как маленького корень потому что на это видела да ну как бы она меня кормит она заботится она братьям носят какие-то гостинцы там печеньки булочки так далее она предпочитает это делать сама потому что это всегда делает мама естественно мы это процесс поощряем принцип 2 поощряйте в ребенке то что ведет к поставленной вами цели и необходимому результату конечно процессе воспитания вы будете вынуждены проявлять волевое усилие по отношению к ребенку чтобы он выполнил те или иные требования допустим ребенку нужно заниматься физически он не хочет он хочет играть значит вы должны выставить так выстроить так отношения чтобы ребенок вас послушал вот я со своим старшим сыном выстрел такие отношения то есть конечно он увлечен был компьютером как и все дети того возраста и я понимал что если сейчас буду запрещать ему играть в компьютер то запретный плод сладок и где-то он все равно это найдет но мне нужна была альтернатива тогда таким образом мы с ним поступили говорю хорошо я тебе даю полчаса ты играешь в компьютере но перед этим полчаса то занимаешься физическим упражнением мы выбили выбрали ему комплекс и чтобы посидеть полчаса за компьютером он полчаса выполнял физические упражнения отжимания подтягивания пресс приседания и так далее вот он сделал полчаса этот комплекс до сел за компьютер полчаса поиграл надо еще полчаса поиграть он раз еще комплекс делал еще полчаса поиграл потом третий раз комплекс делал подумал да ну его этот компьютер и когда и в таком формате он принял решение что он лучше если ему надо там полчаса посидит и этого хватит и мы с ним организов этот процесс в итоге этот процесс привел к результат каким результатом первый результат это то что у него не сформировалось желание сидеть за компьютером и второй результат то что он повысил свою физическую форму то есть он занимаясь физически приучился физически заниматься и устал уделять внимание уже самостоятельно физкультуре в более ну соответственно зрелом возрасте как правило многие родители совершают очень большую ошибку какую они покупают ребенку сначала компьютер планшет телефон а потом все тут на то что он сидит в компьютере в телефоне в планшете то есть вы же сами это совершили тогда не делайте я в общении со своими детьми постарался исключить запреты как таковые конечно рано или поздно я все равно что-то запрещаю но запреты не в том смысле что ничего нельзя а если я вижу что ребенок чем-то заинтересовался у него проявлен интерес конкретному этому процессу то я стараюсь участвовать в этом процессе вместе с ним и разъясняю что он получит в итоге есть этот процесс пойдет по этому пути и что он в итоге получится если он будет этим процессом заниматься в этом направлении и тогда у ребенка складывается мировоззрение широты мышления что один и тот же процесс выполненный по-разному может привести к разным результатам принцип третий если вы хотите воспитать своего ребенка качественно вам нужно прислушиваться к его индивидуальности задача родителей процессе воспитания удовлетворить внутренние потребности ребенка как понять что что же тянет ребенок когда вы просто наблюдайте за ним он вам сам все расскажет и все покажет и если вы в процессе воспитания будете уделять внимание его интересам то первым человеком в жизни и первым человеком которому ребенок пойдет со своими трудностями это тоже будете вы и тогда вы будете знать все чем занимается ваш ребенок какие у него увлечения какие у него старания принцип четвертый правильная иерархия в семье должна основываться на правильных мотивов каждое общество каждые представители руб любых общества там животного мира насекомых они всегда все выстраиваются в определенную иерархию семья это тоже порядок и это большой вселенский порядок и порядок этот устанавливает мужчина если женщина выходит замуж и потом она недовольна своим мужем никто же не виноват это же она приняла решение выйти замуж это же она последовала за этим мужчиной по каким-то своим мотивам а у нее какой то есть конкретный мотив вот если этот мотив корыстный то есть получение материальных благ от этого мужчины то тогда конечно при это это решение приведет к страданию потому что но не всегда же бывает постоянно много материальных благ бывает так что сейчас блага а потом не очень блага а вот если женщина принимает решение следовать за мужчиной и это единственная ее цель то тогда все что с ней будет происходить в этой семье будет приносить и счастье потому что главная цель и очевидно понятно и недостижима она просто следует за этим мужчиной и это очень важный процесс для понимания сегодня каждый может внедрить свою семью эти простые принципы основанные на мудрости наших предков как никогда актуальный в современном мире что доказывает нам опыт самых богатых и влиятельных семей планеты конечно это сложный многолетний и многоступенчатый процесс и в рамках этого ролика всего не скажешь и если вы действительно заинтересованы в том чтобы начать строить свой род и подробнее разобраться в этом процессе то не поленитесь пройти по ссылке в описании ролика и посмотреть полный курс константина ешкова в первом познавательном онлайн кинотеатре славянский мир по подписке на который доступны еще десятки других полезных материалов по этой теме а информация от человека с личным опытом создания большой счастливой семьи бесценна по сравнению с теоретическими знаниями современных пособий мы желаем добра и развития вашим семьям распространяйте это видео если оно вам понравилось давайте постараемся чтобы его увидела как можно больше людей задумывающихся об этой проблеме подписывайтесь на наш канал впереди еще много интересного и важного и помните что в жизни случается всякое пока не случается осознание